Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне на Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это сведение зарплаты в госучреждениях и организациях публичного сектора Ontario в Канаде за 2007 и 2017 годы. В этот раз мы будем обсуждать, как с помощью бокс-платов исследовать разницу в качестве жизни госслужащих. По факту у нас вопрос звучит так. Нам нужно сравнить среднюю заработную плату между госслужащими в разных секторах за 2007 и 2017 год. Давайте подключимся сначала к данным. У меня уже они настроены. Tableau, к сожалению, автоматически воспринимает разделитель как пробел. Нам же, на самом деле, нужна запятая. Давайте это будем использовать. Давайте загрузим и посмотрим, что получилось. Посмотрим сначала на показатель salary paid. Как видите, у нас здесь знак доллара и знак запятой, который разделяет 1000. И табло автоматически воспринимает это как строку. Нам же это не нужно. Это будет одно из основных мер, которые мы будем использовать. Поэтому давайте сделаем новое вычисляемое поле, новую меру и заменим запятую и знак доллара на ничего. То есть просто на строку без пробелов и без всего. Давайте нажимаем его salary просто. Используем функцию replace, которая принимает на вход в первом случае уплаченную зарплату. Затем то, что мы хотим заменить. Это у нас будет знак доллара. И на что мы это меняем? На пустую строчку. Повторяем этот процесс аналогично. Ой, у нас дуб продублировалось. Запишем заново replace. Заменяем запятую на тоже пустую строчку. У нас добавляется новое поле. Как видите, которое можно преобразовать в число. Оно преобразовалось в число. Теперь переходим на лист и будем делать то, что нам необходимо. Давайте год перенесем на измерение, а зарплату перенесем в меры. И начнем строить визуализацию. Самый простой способ работы с бокс-платами таков. Мы сначала берем меру, нажимаем на нее, приводим к необходимому состоянию. У нас будет средняя зарплата. И нам нужно добавить еще какое-нибудь измерение. Пусть будет сектор. И давайте мы построим бокс-плот. И, как мы видим, у нас построенный бокс-плот. Средняя зарплата в каждом из секторов изменяется от 101 663 долларов в год до 143 тысяч. Причем у нас есть три выброса с более чем 200 тысячами долларов и 180 тысяч долларов для среднего по сектору. Но у нас не только по сектору интересует информация, нас также интересует средняя зарплата по сотрудникам. Поэтому давайте мы сектор перенесем в строчки, зарплату в столбце и будем смотреть информацию по сотрудникам. Как вы видите, есть довольно сильные различия между теми местами, где люди работают. Давайте посмотрим динамику и перетащим год в столбце. Как мы видим, у нас изменилось среднее состояние результата работы различных сотрудников. то есть у нас, как правило, зарплата увеличилась. Так, например, если мы посмотрим по колледжам, то средняя зарплата находилась в районе 124 тысяч. Она немножко увеличилась, стала в районе 125 тысяч, но при этом ее размах уменьшился. то есть люди в колледжах стали получать немного более стабильно. Теперь давайте раскрасим каждый из бокс-плотов в разный год для того, чтобы было больше понимания и визуально они сразу посадились в глаза. То есть 2007-й он стал синий, 2017-й стал оранжевый. Давайте отсортируем по средней зарплате. выбираем в году сорт, филд, пусть он будет сэндинг. И еще отсортируем по сектору, для того, чтобы можно было намного удобнее этим пользоваться. в таком формате. Как мы видим, в 2007-м году рассматривалось намного меньше секторов, чем в 2017-м. Давайте исключим те сектора, которые мы не можем сравнивать между собой. То есть выбираем shift, зажимаем, выдели, exclude. аналогично можем сделать с 2017-м годом, с 2017-м годом и с 2017-м еще. Давайте так и построим. И включаем вот это и вот эти три сектора еще. как мы видим, у нас остались только те сектора, которые мы можем строить между собой, отсортированные по средней зарплате. И если мы наведем на каждый из них, то есть например, на сектор называется как другие сектора, то медианный доход был 122 тысячи и стал 120 тысяч, то есть в среднем он упал. Давайте просмотрим еще например университеты. У нас медианный доход был 125 тысяч, а в итоге вырос до 144 тысяч, то есть он вырос более чем на 20%. Таким образом статистика по каждому сектору стала неоднозначна и благодаря этому графику мы можем видеть увеличился ли разброс, изменился медиальный доход, стали ли лучше люди лучше жить. Сложно сказать однозначный ответ, на самом деле все кляет за сектором, то есть если в других поличных секторах люди стали получать меньше, то например если человек работал в университете, то он стал получать ощутимо больше. с данным уроком мы разобрались, всем спасибо за внимание.